Ну, скорее всего, в Ромитаже я буду мало снимать, потому что здесь все не успеваешь. Я и то так не смотрю внимательно. Ну, нет возможности. Я взяла такой вот аудиокит. Тут набираешь номер или зал, или конкретные картины, там рассказывают. Вот, и здесь, ну, где я сейчас нахожусь, это, честно говоря, не все, что это за зал, но он такой даже скромный, которые там были до этого. Вот, и, да, у меня такое ощущение, что я вообще никогда не была в Эрмитаже, если говорить про то, когда мы тут были с классом. Такая необычная скульптура, а сфинкс, но я никогда не видела сфинксов с женским лицом. Там даже, смотрите, лапки есть, задние, перельние, причем такие... И там вторая. Это сейчас окно на борцовую площадь. Я сейчас на втором этаже. Такую скульптуру хочу показать. Это Амур, скульптор Фальконе, и он ее сделал в 1757 году. Смотрите, какие глазки такие. И этот же скульптор сделал скульптуру «Медный всадник» Петру Первому. «Серебряная лоханка» 1734 года. Тут, блин, ее только можно рассматривать. Тут звери, тут резвящиеся дети, как мне сказала аудиогид. И вот с боков с одной стороны женщина, а с другой стороны еще байда будет. Мужчина. И у них в обоих присутствует виноград. Вот здесь портрет П. И. Швалова. Но, как мы теперь знаем, их было два брата. И тут же по соседству второй брат. Сейчас я его сниму. А этот теперь еще портрет А. П. И. Швалова. Да не тут рядышком. Скульптура Вольтера. И аудиогид сказал, что его делали. Эта скульптура при его жизни. Она уже так на закате. И все монархи того времени боялись его острого слова. Екатерина II вела с ним переписку и была в хороших отношениях. После его смерти она даже купила его библиотеку, которая сейчас хранится где-то тоже в питерской библиотеке, как я понимаю. Теперь у меня вопрос к вам, мои дорогие зрительницы. Это портрет Ивана Салтыкова. А еще семьсот восемьдесят третий год. В фильме тоже был некий Салтыков, который был любовником Екатерины. И были подозрения, что первый ребенок это от него, но я тоже в Википедии читала. А Салтыков, в принципе, фамилия такая, скажем, в России, я думаю, имела много людей с такой фамилией. Но тот ли этот Салтыков, я вот по имени не помню. Это белый зал. Архитектор Бриллов. Он здесь был архитектором не только этого зал, но я там не снимала, но на телефон именно не снимала. Так, общий вид, чтобы было примерно понятно. Такая ваза. Сами понимаете, вазочка домой. И опять же, копытца. И написано, что это фавны. Последней четверти восемнадцатого века. Это, если я не ошибаюсь, по-моему, это ей рубанули голову. Что-то же такое. Нижнее белье или... То есть я не думаю, что это нижнее белье. Это так похоже на это, но красиво было. Снова ваза и снова здесь фавны из боков, которые дуют в... Я не помню, как это называется. Узокальный инструмент. Узокальный инструмент. Кто не хочет себе купить рояль домой? Домой. Много рожден, к нему близко нельзя подходить. А там я. Зимний бадуар императрица Мария Александровна и супруги императора Александра Второго. Зимний бадуарчик. Так, посидеть с подружками, с фрейлинами. Главное, не под люстрой. Такое зеркало. Странно. Все комнаты смежные. Так же обратила внимание... Так же обратила внимание...